Всем привет, друзья! Вы на канале Типа Атут, меня зовут Дима, и это третья часть 77 серии туалетов, и мы прямо сейчас летим её смотреть. А дальше посмотрим разбор, конечно же, куда без этого. Перед началом не забудь подписаться на мой канал, если ты меня смотришь, а всё ещё не подписан, обязательно проверь внизу подписочку и жмякни. А также залетай в мой Телеграм, там всегда новости, когда следующая реакция, стрим, летсплей, всё самое важное обо мне и моих каналов, а там пишу. Заходи, подписывайся, читай, и погнали вместе смотреть. Помнить бы, на чём мы остановились в прошлый раз. А, да, 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 типа армия, да, погнали. Вантузмениха, спасибо. Далее какая поза была. Для превьюшки очень хорошо. Но, блин, она стояла на превьюшке у всех в прошлой серии, поэтому будет плохо ставить её постоянно. Но такой, типа, марвеловский пафос. Заруба лютым. Глядцом и заведением. Вот так вот, вот так вот. А вот, причём, вы поняли, плюнула где-то в сторону, она и туда, куда надо. Всё, красота. Но такая армия реально не могла быть незамеченной сразу, поэтому началась заруба. Будем надеяться, что всё будет более-менее хорошо, но спасибо спойлером у меня на стриме. Чуть-чуть я всё-таки знаю, что будет происходить. Но не все Это что за дептик такой? Бля, какая здоровая хрень Правильно делать, чешудеру даете сразу Но не все Жопа горела В прямом смысле Не, ну она, конечно, верит в свои силы Но я что-то смотрю на эту картинку В ее силы не верю Попакивает чем-то нереальным Я живу, эпичность такая типа Правильно, спасибо Пожар уже немножечко дубу дала А, бляха-муха А шо, нету русских? Неадекватные гуфболы? Что ты здесь делаешь? Выходи за Да, вот, пожалуйста, вам Автоматический перевод субтитров Выходи за меня А это камерамэн прилетел? Или кто это прилетел? Откуда у него щипцы? Накопировали технологии мыши Телевизора Титаны Ты посмотри Ну мы с ними в ссоре до сих пор, если шо Я так и не понял, что он сказал Но он скорее всего, типа, сказал Уходите отсюда Теперь моя очередь драться, да? Опа 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 И это не я Подожди! А то, подожди, то кто только шо был Я путаю их постоянно, да Я чё-то думал, что то Титан Конечно же Титан вот это Выглядит намного поэпичнее, естественно А тот это кто был? Ё-моё Сейчас напишите Фу Вообще Не подготовленный Смотрит Да я не помню И я не слежу так чётко Шо бы прям запоминать из всех Серий, кстати, не так часто сейчас выходит Посмотри на меня Так и всё зарешал Без особых проблем И это была голова Джимена там? Или мне показалось? Что-то похожее на Джимен Блин, ну основной телек повредили, да? Но из реактора можно тоже жопу подпалить Может быть не так, как было показано ранее с Фантуз Мэнихой Но Более смертоносно Ваш Титан не хотел бы, чтобы вы умерли Бессмысленно уйдите Хотя вы ещё можете Шо-то можете Но он такой Обрати внимание Нифига себе заряженный пришёл Раньше они не могли так жёстко Накидывать вот этих вот Как я их Не знаю, как их назвать правильно Вот их самолёты Страйдеры, шмайдеры Как они так назывались? Я не знаю, что он именно ведут Потому что этим Слишком медленный, что ли? Но третьего подряд это сложно Ну прикинь победить Там мы с одним сражались, никак победить не могли А здесь третий подряд И даже не собака которой Так что телевизором мэна кокнут Типа Меня нельзя убить Потому что я мёртвый Имеется вот это, наверное, в виду Мёртвого нельзя убить Типа Вот так, да Я покажу вам, как выглядит другая сторона Причём я думал, что он разорвёт А он наоборот Сделал блинчик Такая ровная серия Почему-то, я не знаю По ощущениям Она без пиковых каких-то событий Она вот так вот Линейно, 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 линейно Молодец, братан Ну смотри Вот, ну, я же реально подумал Что это вот Титан А это получается, что Мини-я? Мини-титан? Кто вообще меньше, чем Титаны? Ха-ха-ха Ку-ку-прум Ха-ха-ха-ха Мы телепортировали всех на базу Давайте уйдём отсюда Это Большой Брат Я не понимаю, что написано в субтитрах Отвечаю Переводит хреновейшим образом Ну, походу, он отступать не согласен Что, будет погибать, получается? Ну, троих он не забьёт Они как под копирку глянут О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо- Уже Добби умер в Гарри Поттере, перестаньте этой хищней заниматься. Понятно, понятно. Но это третья часть, не четвертая. Нужно иметь в виду, что так как заканчивается часть, не всегда является линейное продолжение. Всегда происходит какой-то слом в начале следующей серии или как части, например, вот в данном случае. Так что, телеки решили помириться? Или как теперь это трактовать? Или такие, ладно, мы вам поможем. Погнали смотреть разбор от Фордила. Вот и вышла новая серия с Кибиди Тойлет. Эпизод начинается с того же момента, на котором закончился предыдущий. Камера Вумен помахает встать Хэви Камерамену, и тот показывает ей большой палец вверх. И она кивает в ответ. На отряд нападает новое усиленное подкрепление Астра Скибидистов. И завязывается бой, в котором Астра начинает теснить агентов. Но на сцене появляется новый Камера Танк Альянса, который... Я даже не обратил на него внимания. Я посмотрел на Чувиху в этот момент. Камера Танк. Ну, его же и развалят, правильно? Старо под командованием Вантуз Вумен расправляется с небольшим отрядом. Неожиданно с воздуха их атакует Астра Истребитель. И Камера Вумен показывает нам свой улучшенный боевой режим. Но все-таки она командирша. Потому что тут дала указание, потом сказала сбей. Такая маленькая, а все слушаются. Который можно узнать по смене цвета ее камеры на красный. Если раньше при его активации из-за ее спины выдвигалась пушка, практически мгновенно поражающая множество целей, то сейчас она наводит гигантское энергетическое оружие. С помощью ее наводки выстрел может следовать за целью. Благодаря чему они сбивают маневренный Астра Истребитель. Может быть, кстати, не следовать за целью. Может, это не автонаведение. А от того, куда она смотрит, туда это хреновина и летит. Нам же не показали в кадре этот момент. А если ее камеру закрыть, то все, функция сломается. Которого добивает скибедист Джексон. К слову, в предыдущем разборе я ошибочно предположил, что эта установка является улучшенной орбитальной пушкой. Так как здесь мы видим, что она стреляет не лазером, а пушком энергии или же плазмой. А теперь просто представьте, насколько мощной может быть улучшенная орбитальная пушка, если она, конечно, есть. Большой камермен с красной рубашкой показывает оператору большой палец вверх. Здесь хотелось бы напомнить, поставить лайк этому разбору, если вы этого... Не, ну надо, надо. Ребята реально стараются. Очень быстрые сроки, сейчас все выпускают. Молодцы. Так бы еще Дима реакцию снимал, да? Я снимаю, как только у меня получается, поэтому не злитесь на меня. Мы еще не сделали в это трудное время для всех ютюберов. Нам очень важно видеть, чтобы о нас не забыли. Как оказалось, официальное имя этого камерамена Фред. Я бы, конечно, мог дать ему другое имя, как я обычно это делаю. Но в этом случае это будет излишним, так как имя Фред уже закрепилось в фандоме. И у меня есть уверенность, что эта деталь может сыграть в будущем. Например, нам покажут еще фотографию или список с этим именем. Так что, чтобы в будущем не вызывать путаницы, я буду его так называть. И когда показалось, что на этот раз тоже обошлось, новый астрокорабль больших размеров совершает прыжок вблизи к отряду. Он, посмотреваясь, атакует камераменов, отчего Хэви отлетает на приличное расстояние. После коротких помех мы видим плачевное состояние агентов. А камера-вумен, как и Вантузмен в свое время, встав, направляется навстречу превосходящему ее противнику. Вот вопрос вам небольшой. Это является сексуализацией материала? Или мы спустим это на нет? Нет, кадр, каблучки, ну, походочка. Можно как бы и сказать, что это крутость, все дела. Но все-таки, с какого ракурса мы смотрим? Я не клоню в сторону того, что это плохо. В каждом материале, в каждом фильме происходит сцена поцелуев или еще побольше. Просто интересный вопрос вам задал. Астрокорабль. Ну, куда вы смотрите в данном случае? Посмеивай. На улыбающийся этого депчика или в другое место? Всяк при вкушении распространяется. Тем более, которая горела до этого. Пушку, но когда она взлетает, ее неожиданно хватает. ТВ-вумен и телепортирует с собой. К слову, у ТВ-вумен появился ряд улучшений. Хэви поворачивается и видит, что отряд был спасен большим ТВ-меном. Он говорит, неадекватные дураки, что вы делаете? Убирайтесь. После чего, с помощью гравик-лешней, ловит снаряды Астра. Теперь мы видим плоды исследования ТВ-мена ученого в области технологии Астра. Он поворачивается и теперь становится понятно, что это тот самый большой ТВ-мен, который был участником событий в Альфа-Хиллз. Он говорит... Я не понял. Ну и простите меня, я еще раз повторюсь. Я вот так, чтобы всматривать, обвешивать комнаты персонажами и запоминать, кто из них кто, не делаю. Я наблюдаю и кайфую. Наблюдаю и кайфую. Чего вам желаю. Моя очередь. И возвращает снаряды у их владельцу. Астра без труда принимает их и спустившись на землю, начинает таранить агентов, после чего, поднявшись в воздух, стреляет в них. Но снаряд фиолетового цвета уничтожает ему одно из орудий, отвлекая его. После чего, из дыма появляется клинок, который ранит Астра. На сцену выходит отремонтированный Титан ТВ-мен. Он говорит, кто-то умирает, и это не я. К слову, эта фраза присутствовала на спойлере пазля и своем телеграм-канале. Я, можно сказать, предсказал, что эту фразу может сказать Титан ТВ-мен. Настоятельно рекомендую вам подписаться на него, чтобы не потерять меня. Астра корабль выстрелит из оставшихся орудий, но Титан с легкостью парирует этот удар. Он выстрелит в ответ, и Астра решает использовать проверенную тактику. Идет на таран. Титан ТВ-мен начинает его удерживать, но тот отгрызает ему боковой экран. Титан ударяет его клинком по двигателю. Кстати, если бы он мог наплевать вот так вот своими двигателем фиолетовым в большом количестве, то вы заметили, что только что снаряд фиолетовый прошел, его не отразили. Четыре снаряда, эта хрень уже не летает. Но мы почему-то пафосно смотрим вперед. Говорит, смотри на меня. Запуская красное свечение, и ему удается прокинуть Астра, нанеся ему клинком серьезную рану. Астра же опускает забрало, и как черепаха, пытается укрыться за шлемом. Титан снимает с него каску и сносит ему голову. Ну видели? Ну похоже же был на Джимена. Расправивший. Может быть, это как раз была отсылка на то, что Джимен не с этой планеты, а они все там, примерно похожи между собой? Такое же может быть? Без одним Астра, его сразу же атакуют из мощной пушки Астра Страйдер. Его своим огнем отвлекает улучшенное скибеди яйцо из 70-го эпизода, которого сразу же сбивают. Титан Тиви Мэн пытается достать до Астра Страйдера. Я не заметил бы. Не, я видел, что-то летит, но я бы не понял, что это яйцо. Ра, клинком из дыма, но тот вовремя увернулся и потерял лишь пушку. Астра запрыгивает на Титана и выстрелом в упор разбивает ему основной экран. Титан Тиви Мэн своими когтями сбрасывает его, после чего, привозив его к земле, показывает, что силу его ядра можно использовать не только для подзарядки товарищей, но и для поджаривания врагов, как это однажды и демонстрировал Титан Камерамен. Титан Тиви Мэн видит уцелевших камераменов и говорит, «Ваш Титан не пожелал бы вам бессмысленно умереть. Убирайтесь, пока еще можете». И вновь прилетает Астра, и завидев его, Титан Тиви Мэн показывает еще одну новую способность. Энерго Сид, такой же, как и у Титана Камерамена. В какой-то момент Астра решается атаковать Тараном, и после нескольких ударов, ему удается сбить его с ног. Астра говорит, слишком медленно, атакуя его лазерами. Титану ничего не остается, кроме как прикрываться рукой, но тут по Астра прилетает снаряд. Как оказалось, это был Фред, который сидит на установке. Прилетает снаряд и выводит пушки из строя. Это важно, потому что вы видели, они начали там искриться синим цветом. Ну вот, ваш танк и погиб. По нему прилетает ответ на огонь, уничтожая технику. Этого времени хватило, чтобы Титан смог оправиться. Он рвет Астра на куски, крича, ты не можешь убить мертвеца. Я покажу тебе, как выглядит ад, после чего добивает его своими руками. Мы видим, как только что появившийся большой Тиви Мэн говорит, ты хорошо справился, малой. При этом, держа Фреда на руках, и мы видим, как у него выключается камера. Скорее всего, Фред погиб. Теперь на сцене появляется... Вот скажи, я нифига не вижу там! При просмотре серии даже половины не понял! Темно, непонятно и не видно. Тиви Вумен и Фантом, который говорит, мы телепортировали всех на базу. Надо валить отсюда, большой брат. Титан же замечает новых врагов. В лице трех Астра-истребителей. Он говорит, жалкий мусор. Дайте мне кого-то достойного битвы. Мы слышим звук прыжка Астра. И вот, что происходит в конце. Спасибо за то, что он хотя бы объясняет субтитры. Да. Нормально так собака лает. А теперь перейдем к теориям и обсудим то, что будет в следующей серии. Начну с того, что Тиви Мэны в данной серии видели себя довольно странно. Как вы помните, недавно Камера Вуман начала прямой конфликт с Тиви Мэнами, но при этом они ведут себя как обычно и... Ну, вот скажи, у меня такое же негодование произошло. Помогают агентам. Но на самом деле, тут есть множество странных моментов. Начну с того, как Тиви Вуман спасла Камера Вуман. Можно отчетливо увидеть, как ее линза падает рядом с ней, как будто ее успели аккуратно снять в полете. После чего Тиви Вуман светит фиолетовым цветом прямо на нее. Как по мне, она из-за гипнотизировала свою подругу перед телепортацией. Или, по крайней мере, попыталась это сделать. Так как в следующий раз, когда Тиви... Вы видели там фиолетовый свет? Я что-то не заметил. И Вуман вернулась... Кроме, ну типа, с монитора не шло. ...на место битвы, то можно увидеть, что она ранена в бок. Хотя сама не принимала участие в битве. Возможно, между ней и Камера Вуман что-то произошло, и они подрались. Если это так, то это покажут в дополнительных сценах серии или сезона. Тиви Мены под конец серии стали говорить, что всех телепортировали на базу. Что очень странно, зная, что сейчас между расами не лучшие отношения. Тут у меня рождается теория. В серии мы видим четверых Тиви Менов. Это большой Тиви Мен, Тиви Вуман и Фантом, ну и Титан. Именно эти персонажи всегда положительно относились к своим товарищам. Они помогали им в то время, как другие Тиви Мены, считая других агентов расходным материалом. То есть вы хотите сказать, что они пошли против всех? Мои дорогие, это абсолютно рандомно, абсолютно комментарий. Всем хорошее настроение. Которым можно пожертвовать ради получения технологий. Возможно эти четверо решили пойти против своей расы в этом вопросе. И каким-то способом спасти камераменов. Например, телепортировав их в безопасное место. Но не на базу, именно своей расы. Теперь поговорим о том, что будет в следующей серии. Начну с того, что Астроджиггернаут очень серьезный противник. Нам еще не показывали его в полноценном сражении. Но потому, что он прилетел спасать Астроскопиона в одиночку. Да еще с легкостью с этим справился. Могу с уверенностью сказать, что он как минимум равен ему по силам. А то и превосходит его. Ведь так бы он взял с собой подкрепление для отвлечения внимания. Также мы не видели всех его способностей. Помимо щита и мощного выстрела. Я думаю, у него припрятан еще в козырь в рукаве. Так что сильно раненый Тиви-мен Титан не сможет в одиночку его победить. То есть, либо свалит по Шурику, если еще функция работает. Либо к нему на помощь придут все остальные Титаны. Даже если мы и предпочит... Какие еще могут быть варианты? Вот скажи. Предположим, что те трое Астра... Не, ну есть, конечно, вариант, что... Но не хотелось бы. Не будут помогать своему товарищу. Поэтому нужен персонаж как минимум ему по силам. И у меня есть парочку на примете. Не-е-е. Ты хочешь сказать, что прямо сейчас появится Джим-мен Титан сзади него? Ты такой, брательник. Мы уже с тобой вместе воюем. Поэтому отвали, я лучше займусь этим. С учетом того, что камер-мен Титан сейчас непонятно где находится. К тому же сильно ранен. Остается не так много вариантов. Первый, и как по мне маловероятный. Это спикер-мен Титан. Которого успели починить. И возможно даже улучшить. А вот второй вариант. Это Джим-мен, улучшенный до Титана. Именно он сможет показать себя в битве с таким серьезным противником. Также это сильно продвинет в сюжет мини-арки объединения агентов и скибедистов. Ведь по сути, Тиви-мен Титан показывал самую большую неприязнь в отношении Джим-мена. Но после его помощи он возможно пересмотрит свои взгляды в отношении союза между расами. Сюжетный поворот очень хороший. А на этом все. Вот такая необычная часть получилась. Мне кажется, начнется следующее именно с лютого замеса и с наших всех отвисших челюстей. Потому что все-таки, наверное, появится Джим-мен Титан. Нас всех оставили с этой интригой. Но остается только ждать. А что еще? Это была третья часть 77 серии. А также разбор от Фордила. Если тебе понравилось смотреть их вместе со мной, обязательно ты дни лайк. А также подпишись на мой канал, если ты все еще не подписан. Залетай в мой телеграм, а также на игровой канал. А с тобой был Дима. Типа топ. Пока.